И когда Джен Лен это заметил, он решил как-то эти сессии поизучать. Он подумал, ну хорошо, если тогда мы, условно говоря, там все сессии рассортируем на две категории. В одну категорию отнесем те сессии, когда, ну не знаю, и терапевт сказал, что хорошо, и там тесты показали, что хорошо, и клиент сказал, что было хорошо. А в другую категорию отнесем, когда терапевт сказал, что ничего не получилось, да, и статистика там, ну какие-то обычно там психометрические методы применяются, да, показали, что плохо, лучше не стало, и клиент сказал, что хуже мне стало, да, или не стало лучше. И понаблюдаем, вот, и они стали слушать аудиозаписи всех этих лекций, да, и наблюдать, что, чем они отличаются, да. Ну, если вы когда-нибудь интересовались этим, да, то вы, наверное, может быть, слышали, да, о том, что разница она была прямо на поверхности. То есть первое, что он заметил, она была как бы такая, как бы сказать, механическая, в общем-то, да. Он обнаружил, что в аудиозаписях у тех клиентов, которые были успешные, там, в основном, в принципе, тишина. Ну, то есть по большей части в сессии особо нет разговора какого-то, да. И выглядело это так, что там терапевт что-то клиента спрашивает, он что-то там молчит, что-то кряхтит, потом начинает как-то очень неуверенно отвечать, да, как будто бы на ощупь, что ли, как-то так, да. И вот в такой сессии что-то получалось. А у неуспешных клиентов, да, вся сессия, все сеансы были такие ля-ля-ля-ля-ля-ля, то есть там звука было очень много, то есть сплошные разговоры. Как Джентлин в тот момент понял, что-то важное происходит в тот момент, пока клиент молчит. А это как бы, понимаете, как это задокументировано, это что-то внутри него происходит, да, то есть что-то внутри него происходит такого, чего не происходит у того, который все время разговаривает. То есть он там пока разговаривает, что-то не делает. И вот он как бы стал, собственно говоря, наблюдать за теми людьми, которые были успешные клиенты, стал наблюдать, что же они там делают. И в итоге он сформулировал, ну, он считает, что это не методика, да, и он считает, что это не что-то такое, что он открыл, да, это, в общем, некое свойство, да, некий навык, который у некоторых людей присутствует, видимо, от природы как-то, может быть, да, они склонны к интроспекции, а у других он отсутствует. И он поставил себе целью, собственно, по шагам его описать. Ну и, собственно, вот этой книжечке, которую я упоминал маленькой, там было по шагам описано вот этот самый фокусинг.